И китаец, он живет ощущением, что если сегодня он вас убал, значит он победил. Вот видите машину, трогаете ее, и ее и забираете. Но обычно все это бла-бла-бла. Ё-моё, кто это брать будет вообще за 6 миллионов рублей? Охренеть можно. Потеряли 2,5, Матусан 100%. Привет, друзья! Как всегда, раз в несколько месяцев я делаю какие-то информационные выпуски. И вот сейчас снова настал момент, мне есть что вам рассказать. Итак, сегодня вы узнаете, что вам стоит учитывать, если в ближайшие несколько месяцев вы хотите приобрести автомобиль. Например, какие схемы развода и обмана сейчас возможны, вероятнее всего, какие будут в конце этого года, в начале следующего. Все очень подробно расскажу, но просто, чтобы вы не попали в неприятную ситуацию. Дальше, естественно, снова про повышение утилей, где что и на сколько вырастет по ценам, какие машины. Как мне кажется, навсегда покинули наш рынок, ибо с их моторами они просто теперь неконкурентно способны по деньгам. А также, на удивление, сегодня будут и какие-то хорошие новости. Итак, добро пожаловать в видео «Лесорулит». Очень подробно сейчас все услышите. И, как всегда, традиционно, стоя около своего офиса на Каховке, приглашаю вас, подпишитесь на мой телеграм-канал. Он здесь в закрепленном комментарии, он в описании. Это торговый телеграм-канал «Лесорулит Сейлз», на него есть ссылочка. А также давайте просто болтать. У меня есть информационный телеграм-канал «Лесорулит», где мы просто с вами обмениваемся информацией. Чат там открыт. Погнали! После 1 октября у нас ожидаемо подняли утилизационный сбор. Слава богу, нас действительно об этом предупредили заранее. То есть, как раньше, когда утили упал нам как снег на голову, и мы уже везли машины, и в дороге мы понимали, что они стали какие-то на 300 тысяч дороже, какие-то на 800. Такого не было. То есть, все было действительно честно. Но нас, крупных игроков в параллельном импорте, не так уж и много. И мы друг с другом общаемся. И сейчас мы понимаем, что многие модели, они как бы выпали из жизни, потому что, ну, конкретно если на 2 литра теперь утилизационный сбор был 300, тысяч рублей, сейчас он 556. На машина свыше 2 литров, но до 3 литров, был там 800, не помню, 46 тысяч рублей, 800, короче, 800 тысяч рублей. Сейчас он 1 миллион 560. То есть, вы представляете, 1 миллион 560 два раза он поднялся. То есть, на некоторые машины, ну, просто их невозможно уже завозить. И, по идее, мы предполагали, что многие на них поднимут цены именно на параллельный импорт, вот на эту сумму. Но среди таких, как я, игроков, таких, знаете, крупненьких, но неофициальных дилеров, никто особо ничего не поднял. Чуть-чуть, может быть, на что-то подросло, что уже потом из-за курса доходило сюда очень поздно. И просто таможня была банально выше, поэтому машинки чуть-чуть подорожали. То есть, из обычных параллельщиков, не дилеров, особо никто цены не поднял, потому что и так было дорого, и перед 1 октября все хватали. После этого было затишье, более-менее нормально люди покупают что-то еще на остатках. Но, в принципе, никакого прям вот вау-всплеска после 1 октября нет. Он был до 1 октября. Так что же мы будем цены поднимать? Нам нужен оборотный капитал, чтобы дальше что-то там как-то шевелиться ножками своими, пытаться под собой взбивать маслица. И если нам не на что будет это делать, мы можем задрать цены и сидеть с этим складом сколько угодно. И ждать там с моря погоды, что кто-то начнет у нас, например, Соренто покупать, там, не знаю, по 8 миллионов рублей, понимаете, с новым утилем. Ну, там, по 7. Конечно же, нет. Такой возможности просто нет, потому что всем из параллельщиков нужно потихоньку развиваться. Когда на одном из моих авто в продаже садится аккумулятор, у меня всегда под рукой есть топ-дом V2200+. Это единственное на рынке пусковое устройство со встроенным тестером АКБ и управлением через приложение на телефоне. Оно выдает 2200 пиковых ампер для моментального запуска двигателей объемом до 8 литров. Вот я выбрала абсолютно мертвую Санта-Фе с мотором 2,5 литра. Вот здесь у нас ключи. Давайте посмотрим сейчас, что будет происходить. Так, заныриваем, ключи кладем, пытаемся стартануть. Ничего, видите, она не реагирует. То есть даже если бы не было ключа, здесь машина бы загоралась, говорила бы, что ключ не в машине. Все, нулевая. Пробуем. Для того, чтобы сделать тест АКБ, необходимо скачать приложение Battery Lab, подключить зажимы к аккумулятору и сконнектиться по Bluetooth. А для того, чтобы завести машину, нужно просто подсоединить зажимы к АКБ и запустить двигатель. Приложение вам для этого не нужно. Ну что, пробуем? О, смотрите, мертвичинка-то моя, признаки жизни подала. Вон, загорелось все, давай. Опа! Ммм, пошла жара. Пусковое устройство нам помогает быстро завести двигатель, когда это необходимо. А для профилактики обслуживания АКБ у ТОПДОН есть ТБ-6000 ПРО. Это умное зарядное устройство со встроенным тестером АКБ и управлением через приложение на телефон. Сейчас я покажу вам, как оно работает. Здесь мы можем протестировать аккумулятор, систему запуска и систему заряда. Выбираем умную зарядку, вводим параметры заряжаемого АКБ и вперед. Также мы можем предустановить время начала заряда. А для профессионалов есть расширенные настройки, которые позволяют регулировать напряжение и ток заряда на всех девяти этапах зарядки. Удобно, что есть возможность сохранения отчетов о тестировании. Обслуживайте аккумуляторы правильно и безопасно. Продлите им жизнь с устройствами ТОПДОН. Все подробности по ссылочке в описании. Что вы должны понимать? Сейчас вот это вот все на остатках потихоньку распродается, распродается, распродается. И чуть дальше, ближе к концу видео, я вам посчитаю, просто какая машина конкретно сейчас сколько стоит с новыми утилями по тому курсу, который сейчас существует. Который изрядно пляшет. То есть он в последний день падал в течение одного дня с 95 до 98. Вы представляете, мы просто остановились, вообще перестали вообще что-либо делать. Потому что в таких случаях организации, которые покупают валюту, они закладывают основательные плюсы. И просто невыгодно что-либо покупать для того, чтобы закупать это потом за границей. Короче говоря, сейчас вот что вам важно знать. Какие-то машины на складах еще остались. И у кого как. У нас их осталось достаточно много. Потому что мы перед первым октября там как хомяки вообще щеки надули, понимая, что дальше будет дороже. Но эти машины, эти склады неумолимо вымываются. Потому что, ну, не могли же мы бесконечное количество машин завести. И вот сейчас на площадках что-то из этого распродается, распродается, распродается. Но знаете, что интересно, мы вот прям сегодня были у дилера, специально я когда готовилась к этому выпуску, я заехала просто в один из дилерских центров, не буду указывать в какой. И там стоят как машины официально поставляемые, а не официальные дилеры джили, так и стоят параллельки. И вот у них, конечно, я просто обалдела от цены на двухлитровый RAV4. То есть я знаю, сколько им эта машина обошлась. И в данный момент они закладывают там просто хиренную маржу. Просто потому что. Потому что они считают, что и так купят потом со временем, когда привыкнут к таким ценам. Вот будьте аккуратны. Сейчас как раз тот момент, когда вы что-то где-то смотрите и понимаете, что у дилера выглядит сладко, интересно, красивый офис, классные ребятки вокруг вас бегают, кофе предлагают. Но в основном все дилеры подзадрали цены, видимо, потому что у них есть какая-то финансовая подушка. И они могут просто сидеть и ожидать, когда рынок морально дойдет до этих цен и когда люди начнут покупать по этим ценам. Вот, к примеру, вам сколько стоит у них Toyota RAV4. Друзья мои, и как всегда напоминаю, если вы ищете новую машину, именно от дилера есть способ купить ее самым недорогим образом. Итак, сейчас переходите по ссылке в описании. Там вы попадаете на сайт компании Автоспот, выбираете нужную марку модель. Не тратьте время на поиски по сайту. Действительно, информация сейчас меняется быстро и она может быть не до конца актуальной. Вы просто заказываете звонок от специалиста, вам перезвонят и будут делать вам какие-то интересные предложения. Вы просто выберете самое лучшее и поедете к тому дилеру, который в данный момент дает самые большие скидки на ту машину, которая вам нужна. Если у вас автомобиль уже есть и вы хотите его обслужить, при этом не потерять гарантию и, опять же, по самой лучшей цене сделать ТО, то переходите по следующей ссылке в описании, выбираете нужную марку модель. Далее вы выбираете ТО, которое нужно сделать. Перед вами на сайте Автоспот карта. Вы видите, у какого дилера какие цены на техническое обслуживание сейчас. Заказывайте звонок от специалистов, вам организуют поездку к тому дилеру, к которому вы захотите поехать на обслуживание. Работа Автоспот для вас бесплатна, им платят дилеры. Не забывайте автоспот.ру Из официальных дилеров. Вот расхожее заблуждение, что вот эти все поднятия из-за утиля, они касаются исключительно параллельного импорта. Наоборот, параллельный импорт – это капля в море. В основном пострадали, конечно, дилеры. Из дилеров, из вообще импортеров, у нас утилизационный сбор практически в полном объеме. Не платят только Great Wall Motor на некоторые свои модели. Те, которые по полному циклу, именно по полному циклу собираются под Тулой на заводе. А это Джулионы, это Хавейлы F7 и, собственно, по-моему, все. То есть ТЭНКи там не собираются. И в октябре два раза находила новость о небольшом, но поднятии цены на ТЭНКи. ТЭНКи хорошо продаются, видимо, поэтому представительство решило, что потихонечку-потихонечку они будут поднимать цены, чтобы не жахнуть потом основательно, потому что, ну, у них и утиль поднялся, и курс вырос, и никаких по этим ТЭНКам у них компенсаторных мер особо нет. Также, смотрите, ЖТУРТ-2 прекрасно продается. Здесь имеет фиг, просто зеро. Вместо компенсации по утилю от нашего государства, соответственно, они подняли цены тоже. Дальше, Черри. Черри у нас потихоньку начинает, хотя очень нехотя, кое-как там собираться, колеса прикручиваются, соответственно, у них тоже шиш с маслом вместо возврата утилизационного сбора. Они чуть-чуть подняли цену, но далеко не на все модели, на что обратила внимание, на восьмерку они подняли, вот это факт. По Черри будьте внимательны и аккуратны, они периодически цены поднимают, но, приходя в дилерский центр, можно торговаться, можно узнавать про акции, какие-то спецпредложения, и они у них регулярно бывают. Эти акции, как я говорила недавно в своем видео про цены в салонах, когда мы по салонам поездили, про эти акции они говорят прямо на месте, и эти акции за ничего. Не то чтобы за кредиты трейд-ин, и за кредиты трейд-ин тоже, но просто за ничего. Но цены-то подняли, ребята, чуть-чуть, на восьмерку, восьмерка популярная, восьмерку берут, они решили, что бы ей не поднять цену, уже пора. Хотя все вышеперечисленные, я уверена, что торгуют стоками, которые завезены еще до октября, потому что дилеры тоже очень активно завозили. И из-за них, в том числе, у нас были большие проблемы по логистике, потому что они себе забирали огромную часть логистических цепочек, на себя переманивали, а нам крошечным ничего не оставалось. Ну и в конце, если кто не понял, просто поясню. Утилизационный сбор платится в полном объеме всеми участниками рынка, за исключением тех, кто вложился в наше государство посредством строительства заводов. У нас утилизационный сбор полностью восполняется, возвращается. То есть сначала автопроизводитель его платит, потом получает компенсацию от нашего государства. Естественно, у нас максимальная компенсация у автоваза, уаза, потому что они, ну, просто, в принципе, наши бренды. И из китайских производителей все там стремятся к этой компенсации. Но, в принципе, единственный, как я сказала, это Хавейл. Хавейл вложился в нашу экономику раньше. Они не как черри, просто везли и продавали. Они именно действительно построили завод, на котором я была. Но просто далеко не все их модели там собираются. Но собираются, и это факт, по полному циклу, включая штамповку, катафорезные ванны и так далее. Все остальные, ну, реально прикручивают колеса. И далеко не всегда еще и обеспечивают потом нас запчастями. Поэтому утилизационный сбор, это официальная информация, он создан для того, чтобы стимулировать импортеров строить заводы на территории России. То есть давать нам рабочие места, платить у нас налоги, а не просто втюхивать нашим гражданам свои китайские ведра. Но пока, на мой взгляд, эта система не работает. А главное, на что бьет утиль, это карманы нас с вами, обычных граждан. То есть меня как автопродавца, да и как покупателя тоже. Вас как покупателей автомобилей. Но будем надеяться, что все-таки где-то там в дальнейшей перспективе повышения утилизационного сбора автопроизводители просто придут к тому, что заводы строить надо. И по поводу, кстати, увеличения дальнейшего, каждый год, 1 января, у нас стиль будет по чуть-чуть расти. Но пока это просто утвержденный план. По ходу его движения, в силу того, что это план на годы, что-то может меняться. Посмотрим, что. Я вообще надеялась, потому что была такая информация от Минпромторга, что 1 января не введут еще одно повышение, ибо оно было очень по времени близко к 1 октября. Но нет, его ввели. И самое хреновое, понимаете, сейчас во всей этой истории, что... Да, первое, что, как я уже говорила, часть моделей просто выпадут из жизни. А второе, то, что мы вроде как бы стимулируем развитие электротранспорта, более экологичного, на территории нашей страны. Тогда вопрос, почему мы ввели на них утилизационный сбор? Вы осознаете мерзость этого? Если вы интересовались когда-либо покупкой электромобиля или последовательного гибрида, а последние гибриды приравниваются у нас к электромобилям именно с точки зрения налогообложения, с точки зрения расчета стоимости таможни. Так вот, если вы всем этим делом интересовались, то вы, наверное, знаете, что у тех же листьянов, которые приобрели на нашем рынке просто удивительнейшую популярность, как-то моментально за год эти машины появились на московских улицах просто сплошняком. В других регионах, в больших городах я часто очень путешествую, вы все это знаете, вы видите, это в моем нельзя грамме, если за мной следуете. Их реально много, появились на них сервисы и так далее. Так вот, если вы интересовались электромобилями, последовательными гибридами, вы знаете, что 32600 это был утилизационный сбор на них, то есть он был достаточно льготный, если сравнивать с утилем на все остальные машины с ДВС. Это было круто, потому что они, безусловно, более экологичные, нежели обычные машины с ДВС. Они просто реже используют ДВС под капотом, который у них не является тяговым. Не говоря уже об электричках, мы живем в большом городе, этот большой город задыхается. Соответственно, я считаю, что электрички в большом городе это хорошо, именно в большом городе. Значит, но что у нас происходит, и я не понимаю, вот это для меня вообще непонятно почему. Почему? Вроде мы все время говорим о том, что мы это развиваем, что мы строим новые зарядки. В 20 раз повышается утиль. 667, что ли, тысяч. В 20 факин раз. Ну это же катастрофа. Это что вообще? Вот на мой взгляд, это не совсем правильная история, потому что, понимаете, либо мы лечим, либо мы калечим, либо мы развиваем это направление, либо мы понимаем, признаемся себе, что в России это не нужно. Нам стали на экологию, и мы живем в том состоянии, в котором мы есть. С ДВСом, со стареющим парком, стремительно стареющим, потому что на новые машины все у большего и у большего количества людей нет просто денег. Ну давайте просто не играть в эту игру про хороших и красивых в случае, если мы стимулируем людей покупать электрички. Повышая утилизационный сбор в 20 раз, мы явно не стимулируем. Мы просто отбираем у людей еще одну причину купить себе электричку, потому что не все такие, как я, думают об экологии. В основном люди думают о своей выгоде, о том, что в Москве есть бесплатные зарядки, бесплатные парковки, о том, что электричку купить дешевле, потому что на нее меньше утилизационный сбор, несмотря на то, что эти машины очень дорогие. Но так, извините меня, они станут еще дороже. Сейчас на них цены растут просто ежедневно. Ежедневно я смотрю, что происходит у дилеров, я смотрю, что происходит у ребят, которые тоже занимаются в основном лисянами. У меня, видите, на площадке их не такое уж большое количество, хотя они есть всегда. Меньши такая машина, как у меня, это последовательный гибрид тоже. Он бывает и категории B, и категории C. Так вот, на эти машины, на все, которые завезены будут после первого января, утиль повысится на 600 тысяч рублей. Какого черта? Нужно больше золота. И вы можете сказать, эти машины стоят по 5 900, 7 800. Что такое 600 тысяч рублей утиля? Милые мои, это всего лишь один из платежей. Эти машины достаточно дорогие. Все электрички тоже, в общем, очень дорогие. И в силу того, что курс растет, у нас получается и само тело машины возрастает, и таможня, которая в нашей стране в долларах, она тоже возрастает потихонечку. И все одно к другому, одно к другому, одно к другому. И человек просто в какой-то момент задумывается. Так, блин, что-то оно уже слишком дорого стоит. Может, я и не так уж и люблю экологию, потому что экономией здесь явно не пахнет. Птичку жалко. Рынок автомобилей с пробегом всегда потихоньку-потихоньку следует за новыми машинами. Но вот пока глобального подорожания на этом рынке я не вижу. Он, ну, сейчас, в принципе, достаточно вялый. То есть у людей не то, чтобы огромное желание сейчас обновлять автомобили. В основном все занимаются тем, что поддерживают свои машины в более-менее нормальном состоянии. По крайней мере, стараются. Но если мы с вами говорим о ввозе, то есть если раньше можно было подумать о том, что я хочу обновить свою машинку, но на новую я не тяну, давайте-ка посмотрим, что вообще есть из ассортимента по рынку. Хочу это видеть, а не на заказ. Ведь есть люди, поймите, полно людей, которые не хотят покупать что-то в заказ. Их это напрягает. Им это морально некомфортно. Отдать деньги, посмотреть машину по видео, по фотографиям. И там через два месяца, полтора месяца вам что-то придет. Люди хотят вот приехать, вот посмотреть. И часть этого рынка составляли привезенные машины. Но на них тоже очень-очень сильно поднялся сейчас утиль. То есть на машину до двух литров теперь утилизационный сбор составляет порядка миллиона рублей. По-моему, 970 тысяч. Что нам с вами просто говорит о том, что эти машины завозить нельзя. Они умерли как класс. Те люди, которые их завозили, естественно, их не повезут. Что же касается электричек, если вспоминать электромобили. Раньше утилизационный сбор на них составлял действительно не 30 тысяч, а 122. Но после 1 января он будет составлять больше миллиона. Понимаете? То есть это говорит о том, что если у меня на электричку новую денег нет, и я хочу заказать электричку или последний гибрид из-за границы, это тоже становится невозможно. То есть это нам с вами отрезали для того, чтобы мы варились исключительно на внутреннем рынке. Но у нас, к сожалению, на внутреннем рынке не все модели присутствуют, не все это есть. Есть там целый пласт автомобилей с пробегом, ну, который в принципе все, как бы все, совсем все. Это мы обсуждали, кстати, с ребятами и коллегами моими, которые много возят руля. Для них это, для многих людей, это прям реальная катастрофа. Что же касается рынка автомобилей с пробегом, который у нас трейдин, видите, вернее, машин с пробегом у нас немного, потому что это исключительно трейдин наш. Что касается нынешнего рынка, ну, честно говоря, здесь, может, и хороших чуть-чуть вкину, чтобы не был видос совсем постный. Хорошие аналитики. Мы сегодня только разбирались, тоже когда готовились. Нет никакого роста, по крайней мере, пока. Все как было, вот мы смотрели, летом по деньгам примерно точно так же на данный момент и осталось. Но, но, опять немножко медика вношу с вами бочку. Ведь оставили пока, спасибо большое на этом, оставили пока льготный утилизационный сбор. То есть любой гражданин может заказать себе из-за границы автомобиль раз в год, раз в год. То есть год он не может продавать эту машину. И на заказ приходит автомобиль, по которому платится утилизационный сбор. 3,600 на новую машину, 5,200 на автомобиль с пробегом. Слава богу, во-первых, эти ставки не подняли. Во-вторых, этот некоммерческий утиль не отменили, потому что такие разговоры идут постоянно. И вот если его отменят, мне кажется, что тут и до бунта недалеко. По крайней мере, в соцсетях этот бунт точно будет, потому что много людей. У нас есть отдел заказов, мы постоянно там в день по несколько машинок покупаем за границей, везем. Очень много людей, они на это как на последний оплот смотрят. Потому что с китайскими автомобилями, с большим количеством, есть большие проблемы с поставкой запчастей, с постпродажным обслуживанием, с нормальным сервисом, с нормальным ремонтом. Потому что и это сейчас назревает как снежный ком. Очень много в интернете, сами почитайте, вот этих нехороших отзывов, именно даже не про качество машин, а именно про то, что любое обслуживание и любой ремонт – это ваш грандиозный геморрой, при том, что вроде как купили официально поставляемую машину. У китайцев культура такая. Я с ним уже два года плотно работаю. У них задача продать вам здесь и сейчас. Они не думают о завтрашнем дне. И китаец, он живет ощущением, что если сегодня он вас бал, значит он победил. Зря вы так. Что там будет дальше? Какое постпродажное обслуживание? Это сейчас только Россия со своими импортерами начала страшно вонять. Но почему-то нас не слышат. Может быть, не хотят слышать. И они пытаются нам привозить какие-то склады запчастей, что-то там какое-то оборудование ремонтное и так далее. Но в принципе у них нет, как у европейцев, как у японцев, как у корейцев, у них нет желания и нет культуры поддерживать имиджи своих брендов. У них задача продавать нам эти машины, а не обслуживать их дальше. И перед тем, как мы будем сравнивать цены, которые в нынешней новой реальности сейчас и к 1 января будут на некоторые модели автомобилей, распространенные и известные, которые вы любите, давайте я вам сейчас приведу одну информацию по поводу утилизационного сбора, чтобы вы просто задумались. Смотрите, за моей спиной Kia Sportage. Сухой вес двухлитрового мотора 124 килограмма. Сухой вес мотора 2,5 литра 145 килограммов. Вместе с мотором 2 литра идет коробка шестиступенчатая. Ее сухой вес 85 килограммов. Агрегатируется 2,5 литра восьмиступенчатым автоматом i-Syn. И его вес 95 килограммов. То есть, смотрите, к чему я веду все эти много букв и цифр. Разница в весе моторов 21 килограмм. Разница в весе коробок 10 килограмм. Во всем остальном машины абсолютно одинаковые. То есть, 31 килограмм – разница в весе этих автомобилей именно по агрегатам. Все остальное одинаково, если мы берем с вами одинаковые комплектации. При этом, внимание, разница в утилизационном сборе 1 миллион 7 тысяч рублей. А теперь объясните мне, пожалуйста, что можно утилизировать, какие 31 килограмм и что с ними нужно делать за 1 миллион 7 тысяч рублей. Потому что во всем остальном эти машины абсолютно одинаковые. При этом разница в стоимости утиля между 2 литровым и 2,5 литровым совершенно одинаковая. Во всем остальном с квартажами 1 миллион 7 тысяч рублей. Что наводит нас на мысли, что к утилизации и утилизационный сбор не имеет никакого отношения. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Дорогие мои, а сейчас мы с вами у меня в офисе «Лиса рулит». И я хочу поделиться с вами своим новым приобретением, которое прекрасно подойдет и для офиса, и для дома. Это коробочка «Сансберблокс-2». И это не просто ТВ-приставка, это вселенная развлечений, где каждый найдет для себя что-то интересное. Давайте же посмотрим, что скрывается внутри. Вот он, «Сберблокс-2». Посмотрите, какая компактная и аккуратная штучка. Не будет занимать много места. Компактная, но в ней скрыты огромные возможности. «Сберблокс-2» дает доступ к огромному количеству контента. 100 плюс каналов бесплатно. База кинотеатров, фильмы и сериалы. UGC-контент, Ротюб, ВК-видео. «Салют-ТВ» – это операционная система, построенная на российских технологиях, которая постоянно развивается. Здесь все надежно и понятно. Сквозной поиск, позволяющий быстро и легко найти, где можно посмотреть любимый фильм. Установка приложений, детская комната, виртуальный ассистент с искусственным интеллектом, удобная карточка фильма. Если нажать два раза на кнопочку на корпусе приставки, то у вас пульт издаст специальный звуковой сигнал, а значит, он у вас больше никогда не потеряется. Приставка легко крепится на телевизор при помощи липучки, съемный HDMI-кабель для удобства размещения, разъем для провода питания сбоку, а сам провод не занимает много пространства за телевизором. Ну что, мои хорошие, теперь приставка будет жить в моем офисе. А вы переходите по ссылочке в описании и заказывайте себе Sberbox 2. Приятного просмотра! Теперь давайте по конкретным цифрам. Излюбленная позиция наших покупателей – двухлитровый Toyota RAV4. Понятно, что 20 миллилитров было вообще бы классно, но на нее и так утиль и до 1 октября был 800 тысяч рублей. Ну, поэтому многие предпочитали хороший, надежный, долгоиграющий, даже со своим вариатором. 200 тысяч проходит 100% Toyota RAV4. Смотрите, сейчас, если мы с вами считаем заходную стоимость этого автомобиля из Китая в хорошей комплектации, она составляет 4 миллиона 250 тысяч рублей. Продана вот эта машина за 4 миллиона 390 тысяч. То есть у нас получается, что ее захотная стоимость, если покупать прямо сейчас эту машину, она очень близка к стоимости продажи. Ну окей, ладно, какая-то копеечка там остается. Но у нас с вами через полтора месяца уже настанет 1 января. Что означает, что утиль еще повысится. И вот тогда заходная цена этой машины будет 4 миллиона 400 тысяч рублей. Если я их даже сейчас в Китае накуплю, они, скорее всего, уже не успеют доехать. Так, чтобы я оплатила утиль чуть меньше. Он будет уже чуть больше. А значит, заходная цена этой машины будет выше, чем цена сейчас продажной. Поэтому это я вас не пугаю, просто рассказываю, как оно есть. Просто чтобы вы понимали, что сколько стоит. Дальше RAV4 же гибридные. Очень люди тоже любят, очень они нравятся. Но у них базовый мотор, увы, 2,5 литра, а не 2. А значит, там утиль вообще конь. И такая машина по входу будет 6 миллионов 15 тысяч рублей сейчас. Вот если ее брать сейчас. Она продается... Да не, подожди, это не она. Вот она гибридная. Вот, 5,690 она продается. 6,015 это ее заходная цена. То есть она дороже заходная цена сейчас, чем продажа машины, причем основательно. А 6,400 это будет ее себестоимость с 1 января. Вот, то есть мы понимаем с вами, да, что если у двухлитровой машины еще какие-то там, сколько там я говорила, она обходится. Вот это я себе все там подсчитывала. Какие-то шансы. Еще есть, что она вот будет подбираться все-таки к 5 миллионам рублей по своей стоимости. Но люди будут ее брать, потому что они любят эту модель, любят десятилетиями. То у 2,5-литрового просто нет никаких шансов. Эти модели, они полностью потеряны на нашем рынке с этим мотором, что обычный 2,5-литра, что 2,5-литра гибрид. Все, проехали, их точно больше не будет. Потому что ни один даже влюбленный в Тойоту человек не будет брать RAV4 при его заходной цене 6,400. То есть даже если я буду реализовывать, вложив свои деньги на 2 месяца, понеся риски, даже если я эту машину буду реализовывать за 6,600, никому она нахер не нужна. Давайте смотреть правде в глаза. Тусан – это просто излюбленная модель. Не хуже, чем RAV4 по объему продаж, так вам скажу. Но с рестайлингом на них очень поднялись цены. В основном мы эти Тусаны везем из Казахстана, чтобы они были на русском языке, понятные, дилерские, с теплыми опциями и так далее. Люди их очень любят. Но поднялись цены и их брали все равно, как бы скрипя, но брали. И теперь с утилем. Смотрите, если мы с вами говорим про машину 2,5 литра, которых мы привозили, но не прям уж много, потому что, ну, дорого и так получалось утиль 800+. Вот сейчас, сегодня закупая, даже не очень крутая комплектация, обходится 5 миллионов 413 тысяч. Вон у нас одна машина осталась. 2,5 литра – это она, не помню. Да, по-моему, она. Вот, она стоит за 5,200. 5,413 – это сейчас ее вход. Если мне сейчас ее купить в Казахстане, без еще своих прибылей там каких-то и так далее, дорогая комплектация будет где-то 5,700. Но с 1 января 2025 года эта машина по входу будет 5 миллионов 800 тысяч рублей со всеми пирогами, которые мы обязаны заплатить, без моей прибыли. Люди иногда пишут в комментариях, «Лиса, да ты охерела, да у нас там в Казахстане это столько стоит». Без проблем, ребята. Приезжайте в салон в Казахстане, считайте, сколько стоит доставка, таможня. И если вы знаете чудесный способ привезти сюда эту машину, к примеру, за 4 миллиона рублей или не за 5,413, как сейчас, а хотя бы за 5, привозите ее мне. Я с удовольствием ее у вас куплю. Но обычно все это бла-бла-бла. Потому что мы работаем с этим каждый день. Я очень хорошо все это знаю. Короче говоря, я к тому, что, ребят, потеряли 2,5, Тусан 100%. 5,800 с 1 января 2025 года. То есть кто эту машину будет брать за 6? Я не знаю. Может быть, конечно, рынок как-то подтянется к этим ценам, но мне кажется, нет. Мне кажется, что это просто уже какое-то безумие. Поэтому Тусаны останутся только двухлитровыми. Их будут продолжать покупать, потому что, ну, очень любят. Но 2,5 литра уже все проехали. Никакие китайцы эти машины не заменят. Потому что даже хороший автомобиль Джили Манжаро, вот, пожалуй, самый лучший из того, что сейчас предлагается на рынке, он далеко не всеми покупателями принимается. Даже не по надежности, а просто по своей логике, по всем вот этим вот экранам. Ну, люди же имеют право на выбор. Они должны его иметь. Не говоря уже о каких-то редких китайцах, которые я строго не советую покупать. Китайские автомобили, которые продаются в нашей стране в малом количестве, очень плохо обслуживаются, не имеют нормальной сервисной поддержки, не имеют запчастей. Это я вижу по, опять же, нашему чату с вами в Телеграме. Полно ребят там пишут. Недавно конкретный пример писал мужчина. Форсин-яхт. Он на протяжении трех месяцев не может найти стекло. Форсин-яхт официально поставляемый в России автомобиль. Нет стекла, понимаете? Нет. Я через представительство искала стекло на HVL H5, тоже старый, официально купленный в России. Мы нашли именно через представительство. Человек сам не мог найти это стекло тоже несколько месяцев. Поэтому у китайцев, у них система работы совершенно другая. Им важно нам продать, обслужить, какой-то постпродажная поддержка. Это вообще совершенно их слабо волнует. И это стало выясняться только сейчас уже. То есть некоторые их машины, они не такие уж плохие. Они более-менее нормальные. И может даже и надежные не особо разваливаются. Просто у них отношение к бизнесу другое. У них логика автоторговли совершенно другая. А мы к ней не привыкли. Мы привыкли к тому, что у нас Мазда есть, у нас корейцы есть. И все эти, любые другие японцы, европейцы. И все эти автопроизводители, они стараются нормально поддерживать имидж своего бренда. У китайцев нет такого. Они очень быстро поладят модели. Они как быстро приходят, так быстро собираются и уходят. И вот это пугает. Ну и раз уж проговорили про Sportage 2.5, я его посчитала. Ну просто так, знаете, шутки ради. 5.513 у нас сейчас обходится 2,5-литровый Kia Sportage. И с 1 января он будет обходиться 5 миллионов 850 тысяч рублей. Что тоже, на мой взгляд, смерти подобное. И, наверное, эту модель именно с мотором 2,5-литра мы тоже забываем. Но у Sportage ситуация чуть получше. У них есть 2-литровые машины из Китая, которые идут в достойной комплектации. То есть 2.0 это турбированный мотор, который мы более-менее знаем по, например, К5. На К5 он ставился. Не помню еще на какие модели, не буду врать. Но с ним идет хорошая восьмерка, автомат. И машины эти хорошо оснащенные, ну разве что на английском языке. То есть там, может быть, вот эти вот модели, они, вот эти конфигурации этой модели, они более-менее спасут рынок. Но 2,5 излюбленный мотор, который надежнейший, все его хорошо знали, тоже с восьмеркой автоматом шел. Он, на мой взгляд, все. Вот как вы думаете? 5,850. Ё-моё, кто это брать будет вообще за 6 миллионов рублей? Охренеть можно. 3,5 полисад. Мои ребята на днях видели в Рольфе за 9 миллионов 300 тысяч рублей присылали мне, постараюсь найти, присылали мне фотоценника. Это, с одной стороны, смешно, потому что у нас эти машины ровно на миллион стоят меньше. Вон они стоят по 8300. С другой стороны, может быть, Рольф и прав, и работает на опережение. Ну так, это я пытаюсь юморить немножко, потому что заходная цена, закупочная цена с января 2025 года на эту машину составляет 8 нахрен 500. То есть 8300 она сейчас стоит в продаже, 8505 – это то, за сколько можно её будет привезти сюда, начиная с 1 января. Причём здесь ввоз на физическое лицо под заказ не поможет, потому что на моторы свыше 3 литров никакого льготного утиля не существует. Ну и в финале давайте поделюсь с вами теми опасениями, которые у меня есть по поводу мошенничества, сложные ситуации в дальнейшем и так далее. У нас с сентября курс вырос почти на 10%, смотря от какой даты считать. От 8 до 10% составил рост курса валют. Соответственно, машины в любом случае, даже без утилизационного сбора, они дорожают, потому что они у нас все импортные. И даже Lada Vesta у нас собирается в достаточно серьёзной массе своих запчастей из комплектующих азиатских партнёров. Соответственно, у нас всё потихоньку, поэтому потихонечку-потихонечку растёт в цене. Но здесь какой момент? Смотрите, если кто-то в принципе интересуется тем, что происходит не только на автомобильном рынке, а у нас в стране её экономической ситуации, у нас увеличивается с 1 января подоходный налог, который платят компании на зарплаты своих сотрудников. Поэтому многие компании вот эти вот годовые премии выплатят не как это обычно они делают в первом квартале следующего года, а скорее всего они сделают это декабрём, чтобы банально заплатить поменьше налогов. И у нас в декабре, скорее всего, у людей, которые нормально зарабатывают, будут премии, и на рынок выплеснется какая-то масса денег. Ещё останутся вот эти машины, которые мы завезли раньше. Эти машины будут покупать потихонечку по ценам средненьким, уже чуть-чуть высокеньким. Здесь у кого на что из автоторговцев наглости хватит. Но что настанет дальше? Вот дальше у нас, на мой взгляд, где-то в районе марта, может быть, февраля автоторговцев ожидает глобальнейшая ОПА. Потому что у людей вот этих вот ожидаемых премий уже не будет, их уже все просадили до Нового года. Автоцентры у нас очень многие закредитованы, то есть они работают не на свои деньги, а на заёмные. Ставка рефинансирования в 21% она убивает сейчас любой бизнес. И что будет происходить? Кто-то будет распродавать склады, кто-то будет продавать воздух. То есть в объявлениях на автомобильных агрегаторах будут много интересных предложений. И эти интересные предложения стоит вообще рассматривать и покупать, если вы приезжаете, и вы вот видите машину, трогаете её и её и забираете. В случае, если вы покупаете автомобиль даже в большом, красивом автоцентре, который выглядит классно, но вы покупаете её типа как даже не то, что в заказ, она вот где-то там скоро придёт и скоро будет, она у нас где-то есть, да, мы её вам сейчас привезём, или даже пускай в заказ, и вы при этом оставляете внушительную сумму там в автоцентре, вот будьте очень аккуратны. Потому что я предполагаю, что к весне нас ждёт большое количество новая волна банкротств автомобильных дилерств. Именно в связи с тем, что, ну, просто очень сложно работать, и перспективы очень хреновые. Утиль, курс, и это всё при условии того, что он хотя бы сохранится таким, как есть. А значит, даже покупая машину, которую вы не видите вот прямо сейчас в каком-то автоцентре, который вроде выглядит надёжно, у вас есть шанс завтра прийти к заколоченной двери и дальше долго судиться с банкротом. То есть к чему я вас призываю? Будьте просто аккуратны. Мне кажется, что очень неспокойные времена грядут в автобизнесе после Нового года. Покупайте только то, что вот вы видите, вот оно. А если вы покупаете машину в заказ, то берите её у организации, в которой вы абсолютно уверены по какой-то из причин. Ваш это знакомый, мединое, может быть, это лицо. Ну, это я так, шутки ради. Просто имейте в виду, вы же понимаете, что не просто так сейчас всё это растёт, 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 растёт в цене. Покупательская способность, она всё-таки падает. Всё-таки не до самого какого-то плюс бесконечности люди готовы терпеть эти высокие цены. Вот, а поэтому автоцентры будут сыпаться. Всё, целую, вас обнимаю. Пока. Помните, у нас с вами есть ещё несколько плюсов. Это какой-то там некоммерческий утиль присутствует. Ну и солнышко светит. Давайте радоваться тому, что мы здоровы. Целую, обнимаю. Пока.